здравствуйте друзья два часа дня еду я на вокзал ну как бы сказать железнодорожный хотя с другой стороны это может быть громко сказано железнодорожный вокзал у нас тут просто вдоль всей кремниевой долины идет железная дорога небольшая такая дорожка такая небольшая и по этой железной дорожке ходят такие ну можно сказать электрички и соответственно вдоль этой дороги по которой ходит электрички есть такие места где люди заходят и выходят ну можно было назвать платформой хотя вроде улицы и улицы там по ней как трамвай идет эту штуку но она там огорожена конечно вот сейчас вы увидите я вам покажу как это все выглядит почему я туда еду вы скажете чего это миша в рабочий день в пятницу час назад от барабанив значит там свою эту презентацию сорвался с места в смысле презентацию прямой эфир сорвался с места и куда-то там несет а там друзья приезжает гость которого мы сейчас подберем и поболтаем с ним он вообще блогер у него есть блок который называется полу так и называется блок тестировщика как-то так он называется и ребята живут сказать точно где они живут не могу но не в соединенных штатах так они как бы гостю и тут и вот как бы 22 видео канала как бы встречаются я иду их подбирать они из сан-франциско на электричке вот собственно такая вводная а дальше я попробую вам может быть показать саму электричку саму эту платформу но это вот мы должны доехать от нашего офиса недалеко ну я думаю что минут там семь восемь но просто там еще ближе одно есть но здесь удобно подъехать забрать человека уехать и как бы вот для нас когда мы кого-то встречаем если на электричке кто-то приезжает бывает не часто то вот это как бы основная наша такая электричка вот прямо здесь мы доезжаем до маунт ну смысле маунтинью доезжать не надо он напротив школы вот с этой стороны улицы маунтинью а с этой лос-алтес там где мы находимся вот мы сейчас повернем налево и налево давайте камеру пока разверну туда просто так я прикручу немножко что так держалась получше о так вот тут какая-то строительная техника перед нами мы сейчас повернем налево и налево будет находиться улица кастро не фиделя кастро а герцога кастро который осваивал значит эту территорию это испанский герцог а вот здание которую вот вы здесь видите это здание но не знаю насколько хорошо видите вот по левую руку тут у меня это здание легендарное в нем находилась компания digital equipment corporation дек потом тоже сказочная легендарная комп компания все время было потом компания лотус тут находилась здесь работу а вообще и сейчас тоже много разных там здание большое а улице кастро это главная улица маунтинью но вот сейчас два часа и как бы здесь не безумно многолюдно но вы увидите слева кафешки так вот люди на улице сидят она вся в кафешках особенно вот туда подальше хотя там как эта стройка идет и там там же и железная дорога мы приближаемся к железной дороге вот нашими этими действиями если у вас будет такая оказия что вы попадете в город маунтин view приходите на улицу кастро господи и тут ремонт тут хороший ресторан вот здесь справа на углу вообще они тут все неплохие тут тут вообще все очень классно покушать слева такое розовенькое здание это сити холл там но кроме государственных искать органов которые сами понимаете всем нужны там есть еще как бы сказать ну театр что ли такой театральное помещение там часто бывают спектакли концерты всевозможные так далее такое интересное место все как вы видите такое местечковая не не незначительная такая архитектура так все все такое мелкое немногоэтажное так ну или мы едем или что наверно сейчас уже поедем так пошли зеленый свет мы едем в маунтин view вдоль этой улочки и слева и справа довольно много всяких компаний айтишных не только в парках таких технологических но и тут тоже много поэтому если в рабочие не в рабочие но такой в обеденное ездить время ну скажем час назад полтора часа назад если бы мы здесь оказались то мы бы увидели много народу который из компании высыпаются вот например здание слева да это офисное здание те кто наш канал смотрят и помнит как мы с региной тодоровской снимали клип помогали там я играл дедушку там одного с бабушкой бабушкой была наталья наш сотрудница вот мы в этом здании тут находится стартап инкубатор и мы там снимали так что вот такое тут место хорошо кушается особенно когда ты здесь рядом находишься вот видите справа девушка идет такая в зеленом вот это такой медицинский наряд она работает или в госпитале тут есть большой госпиталь либо в медицинском офисе а мы едем прямо и прямо знаете за последние годы улица обновилась она стала такой более новенькой что ли вот стало как-то застраиваться новеньким вот пожалуйста можно зайти взять покушать и вот так вот сесть в тенечке сейчас мало народу сейчас уже обеденное время прошло сейчас только вот если на электричке кого встречать там подбирать сейчас время такое мы жили тут недалеко раньше ну на самом деле мы жили недалеко от нашей школы вот с той стороны и мы любили ходить на эту улицу кастро здесь ярмарки бывают так вот посреди улицы все высыпется бывают ярмарки фестивали всякие здесь много таких магазинчиков ну как сказать необычных там могут какие-то такие товары продаваться минералы какие-нибудь или там рыбки аквариумные или букинист какой сейчас что-то вообще с книжными магазинами с тем что торговля стала больше онлайновой книгами а вот тут есть тут даже по моему на этой на этих нескольких кварталах которые мы проезжаем по вам даже и не от не один есть а больше чем один и вот там впереди если вы видите шлагбаум это как раз вот то самое место что я предлагаю сделать я предлагаю не ехать так а поехать справа я в то что платформа которая нам нужна она правее поэтому мы на нее заедем с параллельные лучше улочки кстати параллельные улочки здесь тоже очень прикольные тут на них магазинчики всякая жрачка но в большей степени здесь парковки вот справа слева громадные парковки для тех магазинов которые лицом выходят на улицу костю и бы так сказал но ведь отклеивается жарко нагрелся у меня дэшборд машине и я камеру друг взяла и упала своим ходом проезжай товарищ проезжай проезжай вот вот видите впереди такие строения это вот уже она это уже она мы сейчас туда заедем и будем ждать электричку электричка наш через 10 минут ну вот ребята должны подъехать через 10 минут а я пока там поторчу так что друзья пользуясь случаем вот я вам показываю парковочка тут же прямо вот эти рельсы давайте пойдем тут же там такие навесики вот видите забор железный разделяет потоки да значит если направо туда это будет в сторону сан а вот написано он даже до героя идет это подальше вот авто сторону вот налево будет на сан-франциско когда вы придете на платформа весь есть такой навесик тут билеты продают вот и стоит такой автомат продают билеты и там тоже давайте пройдем вот и вы видите карту и на этой карте вот тут зоны билеты тут по зонам какую зону ты хоть приехать вот они идут 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 я вот до гелрой morgan hill blossom hill так довольно довольно далеко на самом деле уходит вот вы видите там движется нечто это нечто не является электричкой это друзья трамвай и вот там эти рельсы по которым он идет они в стороне это кажется что вот как бы совсем рядом но это в стороне те рельсы по которым электричка пойдет они вот тут прям сразу за забором вот друзья приближается дракон современного скает железнодорожного транспорта вы слышите звук такой типа отвали зашибу зашибу так будет мы отходим эту желтая полоса надо стоять за желтой полосой вот он идет 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 вот а там внутри друзья уже блогеры опять вагонов будем снимать так вот рук руками машут здравствуйте здравствуйте представляйтесь давай сама тамара да 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 с вас да 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 у корреста спаши вот друзья у нас стас станислав как еще раз стас вот у нас снег от тестировщик блок тестировщика давно блогаете год уже так подписчиков много пока так почти 2000 такая в нормальном месте она у меня тут тоже светофор на значит 2000 хорошо это люди которые тестированием интересуются и вообще чем они интересуются но у меня наверное в основном тестированием и немножко миграция что я изначально началась и про тестирование пару видосов сделал про миграцию а потом я решил чисто чисто тестировать вы в миграции в каком смысле то есть кринкарта живете вы где беларуси ну где где в минске у кидз вы из минска а вы играете в лотерею что льда или как до играем даже тома прошлом году выиграл так но не дошла очередь уйти и мою то есть номер очка не хватило и причем там тысячи не хватило 27 тысяч было что и не хватило до отобывается за 30 перевалив за 40 подходит до в этом году вообще черти что ну вот даже не понятно да ну хорошо принципе это же дело такое ладно бывает так как самое интересное что мы же анкета заполнили cds и я думал что они дадут визу обычную туристическую ну что я смотрел старых видео там еще парень который занимался вот с форума говорим про вес он говорил что теперь если ты заполнил анкету дэзи 260 ты пять лет не сможешь получить тутор визу ну ну зачем это уже тоже чересчур ну но оказалось что все легко сезон визу дали вообще в минске получили нас вообще без проблем и вообще сама поездка вообще без проблем у нас нигде особо не спрашивали единственные спрашивали там куда зачем это когда мы срмс садились самолет в мюнхене мы с присядкой летели а из мюнхена есть шикарный рейс до сам франциско но вы летели в лос-анджелес до лос-анджелес но там было дешевле кучу из мюнхена есть хороший рейс ну аэробус такой прям бог вот мы вот на таком на большом смотрится лидра это от 300 в 380 800 по-моему ну короче вот такой очень мы едем по главной улице маунтин вью да хорошо что красиво но здесь конечно надо лучше чем в сан-франциско и лос-анджелесе каков смысле они такие большие там 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 да а где вы были мы не везде наверно бывали мы были вот в основных местах это на сад санта моники на пляже были на обсерватории и на аллее звезд пока только один день получать полтора мы приехали вечером съездили на пляж еще на обратном пути заедем а вот туда улетаете да и вот так у вас маршрут какой значит вы из минска на на мюнхен из мюнхена на лос-анджелес в лос-анджелесе вы чего в лос-анджелесе мы два дня получается ну то есть две вечера день до два дня в сан-франциско вот мы сейчас сюда заехали завтра наш день потом мы поедем в лас-вегас на день пока на чем поедете на автобусе вот мы из лос-анджелеса до сюда на автобусе лишь как интересно и вот я за грейгрейхунт вот эту не flix bass 15 баксов стоит билет откуда-докуда вот из сан-франциско с сан-франциско и от сан-франциско до лас-вегаса тоже 15 уже мы не брали бы ничего что за бесплатно ну грубо говоря по 30 долларов пусть остановится на боеве а много народа внутри ну не все места были заняты многие спали на двух местах то есть было такое то есть не то что там и и и не забита но люди много климат там поддерживается нормально автобус удобные намного удобнее чем у нас например которая туристического что очень удобно сидение как в самолете и долго ждешь тоже там часов 10 до ну вот училась всю ночь мы в шесть утра мы шесть сан-франциско ну хорошо то есть вы так бюджет ненько значит только из лас-вегаса куда из лас-вегаса мы хотим на гранд-каньон потом там рядом со в сан-диего но мы в лас-вегасе возьмем машину уже и на машине поедем на гранд-каньон это хорошо и оттуда на сан-диего уже на машине и потом в аэропорт и побудем уже в лос-анжесе ну вам понравится там там 10 места шикарные там поедите по пустыне с кактусами вот вот я специально хотел чтобы прокатиться и минут по по дикому западу ой дикий ой дикий я видел по видео там не особо то машин хватает машин туристический но машина не считается это как воробьи так понятно понятно ну что же хорошо а вот ваш зритель чего нибудь там пишет вообще какие-то коммента гнусные комментарии пишут вам ну честно я пока очень редко у меня как-то и дизлайков мало и гнусного мало это как все хорошие пока у вас нету там тысяч пять подписчиков то есть вы это нагонится это вы начнете играть и для человека которая тратит свое время чтобы дряни написать вы представляете такой объект незначительный он может написать эту дрянь так что больше народу прочло и как-то умеряется больше самореализации будет я понял хорошо как вот дойдете до этой точки значит мне многие начинающие блогеры мне пишут и бит михаил мы слыхали у вас есть какая-то коллекция вот этих ключевых слов по которым банится не банится уходит на модерацию умеетом вот такая пачка будь здоров и я им так как и поезд туда бросаю она легко копируется и переносится вот и там у меня подобрана за несколько лет вы чё я продолжаю как дописывать иногда смотришь такое думаешь словечки да у меня такого еще нет там раз туда заметно что когда вот подписчиков уже там тысячи полторы намного быстрее поначалу совсем мало потом а у вас монетизированная штука ну да там инициация есть ну там конечно просто копейки ну сколько вот там зарабатывается десятка есть месяц около того наверх там учатся у меня монетизация включилась поздно потому что тысячи потому что сейчас раньше было почти сразу может быть сейчас но сейчас 1000 должна быть подписчиков и 10000 просмотров у меня это все было и где-то еще месяца то где-то вот в этом июле мне включили монетизацию а я недавно у меня живут второй канал и за этот самый портнов блог и там не было не было монетизации мне кто-то говорит ну а включите уже что же я пошел там заяву оформлять и у меня уже там было под миллион просмотров и но нигде не поверитом 500000 много просмотров много и подписчиков уже там сейчас там тысяч восемь девять было это же заняло на чуть ли не месяц я ждала и причем что написано что просит просим прощения мы надеемся закончим там начало июля такой долго не думали бы да ничего страшно не то что мы там потеряли 30 копеек тогда это же нет то есть не деньги совсем у меня вот я могу сказать что с миллиона просмотров вот у меня примерно месяц там миллион просмотров это что-то долларов до 300 а тем более счетом курс рубля падает да там так и вообще снижается вот при том курсе рубля что был до крыма так это было бы там может быть 600 700 вот а так ну что там они мне можно сказать лишили меня доходов два раза два раза да я помню было время там люди иммиграционные блогеры могли там по по тысяче по полторы зарабатывали туда они там просмотров но вот тогда этих дел на одну там особенно конец одно видео сделать там которых стрельниц то меня с видео вот все видео так просмотров там по-разному там до 1000 а видео там про заполнение клинкарта 3 там почти под сто тысяч просмотров то есть выделяется на фоне других ну да и тема такая актуальная спекулятивная вот я сейчас не помню дней десять назад там сделал видео типа когда начнется прием заявок и видео о том что мы не знаем они спрашивают я надо что-то сказать но невозможно то что можно под 50 тысяч подпит про просмотров и на этом видео 2000 подписчиков правда в конце говорю но если вы уже действительно интересуетесь такой же подпишитесь и мы не мимо точно не пройдете я сразу скажу 2000 подписчиков кажется они вот час на наступит октябрь когда вот предыдущая лотерея закончится вот 17 мне кажется не тому что обновлять страничку это и напишет информацию ну предыдущий лотерея была сдвинута потому что они отменили значит она она допом начала с третьего а потом потом они отменили а потом начали заново с 18 а сейчас оно должно быть вот-вот но вот там первое второе третье когда там понедельник дольник будет у них осталось мало времени на извещение потому что я могу сказать сегодня если сегодня не будет то в субботу воскресенье вряд ли они где-то госслужащие не у них остается всего одна неделя всего одна потому что первое сентября это уже следующие недели то есть у них и реально есть пять рабочих дней что в общем то немного я как-то даже не ожидал вот эти таблички написано портнов компьютерскую винтио написано беленьким буковками до думаете это так просто нет на этом каждый месяц берут деньги немного правда 50 60 но мы говорим это вот на русской улице нас узнают так надо теперь где-нибудь встать тут сейчас сколько 227 еще уроки идут вот есть местечко да можем дальше проект там у нас большой большой паркинг есть для студентов за углом но я как чек споры с пропуском вот видите меня пропуске окей вот у нас красотки сладенький студентки студентки у нас и преподаватели тоже ничего но эти помоложе будут все значит идем офис все значит как как